а спонсор этого видео моя группа во вконтакте в которой публикуется лучший контент в мире по аниме тематике нет но именно там вы можете узнать о выходе новых видео стримах и немного большим касающимся аниме индустрии ссылка в описании да просто лучшая первая реклама в мире на канале я уже делал недавно дополнительное видео к обзору и собственно на сей раз решил что почему бы и нет ведь темы достаточно интересные далеко не все знают о том что в хинта и может быть сюжет ведь для массы все что из себя представляет жанр это некие сексуальные сцены созданные для того чтобы просто попасть но не тут то было ведь даже такой жанр как хинта это довольно немалая площадка для фантазии не только извращенных эротичных так как по сути никто не отменяет в этой сфере таких фактов как проработка мира и персонажи музыка и графика действительно до поры до времени я не хотел в это дело лезть и на начальных этапах знакомства с аниме индустрии мне хватало и обычной тишности ведь лоу тут также показывают аж какие пикантные сцены только еще и сюжет есть но со временем просмотрев тайтлов штук 5-6 жанр речи я пришел к печальному что они практически нихрена друг от друга не отличаются а говно 5-6 тайтлов посмотрел и чё там кукарекает про жанр да действительно мой косяк до досмотрел убрался за многие хватало буквально пару серий чтобы понять как будет развиваться сюжет и чем не за этишность тут покажут и в поисках чего-то годного и натыкаюсь на ту самую дисциплину академии хентая который уже говорил в обзоре на рецензентов и вероятно в дальнейшем даже посвящу тайтлу отдельный обзор думаю на того стоит сразу предупрежу что нет это не топа который меня просили но раз пошла такая жара гляну что будет под этим видео если вижу заинтересованность делаю отдельно топ по хентая аниме сюжетом на днях по поводу такого случая полез искать еще сюжеты большие пошлые 18 плюс те самые и увидев рекомендации немножко понял что ну такое мне хватило в этом топе увидеть похотливого папаша где сюжета нет видел я все аниме нет но я более чем ознакомлен с тайтлом и первый сезон да глянул и в плане сюжета ну его там тупо нет а что же такое хентай сюжетом естественно это мир основанный на каком-то концепте главный герой или героиня которым дают мотивацию и цель выстраивают около них персонажей чтобы те взаимодействовали друг с другом и по пути повествования гг идет конечной точке где все разбавляют хентая сценами яркий пример связанные небом тот самый тайтл где сюжет стоит на первом плане хентая сцену на втором да их определенно много показывают разнообразные интересные подробности но тем не менее повествование способно заинтересовать людей предпочитающих починить вечерком за чаем под повседневность и события возникающие в тайтле вполне способны увлечь поскольку у них есть поработка у них есть задача и есть цель до кучи в аниме использованы и стандартный прием поскольку при первом просматривая после первой серии ни хрена не понял что происходит а потом а потом а потом как понял и тайтл оказался в удивлении конечно малость слабоватым но блин давайте не забывать что это хентай хентай сюжетом это как прийти в кафе и заказать кружечку кофе а вам еще и печеньки принесут придачу на халяву прием это визуальная новелла то бишь она является первоисточником тайтла что имеют новеллы правильно руты и сюжет в аниме изначально преподносятся плавно и в дальнейшем собственно те кто не в теме ни хрена не понимают коим оказался я а в итоге мы приходим к тому что в аниме адаптированы все руты с хентая сценами как она есть и ведь это только элементарно один пример а что же по дисциплине академии хентая вот именно там хентай стоит на первом плане о чем мы узнаем еще аж самого названия ведь она прям кричит что а тут ебу но при всем при этом во время просмотра на знакоме с персонажами эти персонажи имеют свою проработку плюс аж сами хентай сценах на порой раскрывают события сюжета чтобы мы понимали что происходит для чего появилась та или иная хентая сцена да это то аниме которое способно объяснить для чего вот тут нам показали хентай видеть элементарно щёджи рамуна сцены которые оставлять не буду чтобы уважаемый youtube не не выдал мощнейших пиздюлей за мою смелость да я видел одну серию причиной которого стала мимификация поскольку при выходе тайтла чуть ли вообще не все паблики форсили мемы по нему и соответственно я должен был хотя бы ознакомиться с этим делом поскольку он тот момент постил мимо в свою старую группу на этом примере сюжета нет сплошное сведение всего происходящего к полнейшей похабщине просто потому что могут в отличие от предыдущих примеров дисциплине мы имеем школу и проработку связанных небом фактически то же самое но там немножко проработана даже вселенная большинстве хентая не мы этого всего нет поскольку любое действие сюжетный поворот или события пытаются склонить хентаю а то почему он конкретно здесь и сейчас появился пояснений просто не дают оно то и понятно что большинству это не надо и фактически сюжет хентая не нужен вообще однако на примере последних событий сами знаете с каким тайтлом нашлось применение таким белым бароном как некоторые сюжетные 18 плюс но наличие сюжета в таких аниме это неотъемлемая составляющая развития ведь условно сегодня мы смотрим хентая где просто происходит совокупление между двумя персонажами а уже через лет условно пять видимо узор на хентая который в порядке вещей потому что там есть что разбирать и персонажи проработаны и графоний и сюжет да блин элементарно об анонсах будет интересно создавать потому что жанр перерастет в нечто большее чем просто типичная порнография которая создана понятно для каких целей по любому таких как я людей немного скорее всего все эти люди это тяжелый случай что даже кентая мы пытаемся найти смысл но согласитесь интересно познавать же где его по сути не должно быть но он внезапно есть даже тише спонсушетами банальными главный герой пал в грудь главной героини порой способны перерастать в то что нам становится менее интересно наблюдать за ретичной составляющей и как можно больше углубляться в сюжет я прекрасно понимаю что огромный пласт людей со мной не согласится но для меня конкретно таким читать вам стал абсолютный дуэт там эти составляющие порой уходит по очень тонкому льду но сам концепт лично меня заинтересовывал больше в том плане чтобы мой интерес не столько вызывала эти сколько развития сюжета плане хита это первый раз произошло в дисциплине именно с этого тайтла меня начали заинтересовывать некоторые кентая ними потому что студии пытались реализовывать во вроде сплошь по общине еще какое-то повествование что ну ахреть как необычно для выбранного жанра все он и на счет джай вполне ведь имеет сюжета однако без содержания тех самых сцен но тут ведь и возникает тот самый вопрос а что мешает реализовывать те же сюжеты 18 плюс приходим и естественно к тому что ничего ну и да конечно студии несут при всем этом и своего рода проблемы и честно говоря я запишу как-нибудь видео про заработок студии касательно того как это делают разрабатывающие хинта я честно ни хрена не понимаю но попробую найти даже такую информацию в целом если брать до студии пытаются прогибаться под масса массам это неинтересно ведь кому вообще нужен сюжет когда и без него свои интересности происходит за коими пришла смотреть тот или иной тайтл аудитория по факту то ведь жанр не несет в себе задачи написать бестселлер и просто восхитить всех и вся своим творением показав охраненную проработку и что-то необычное это как увидеть трэш-аниме где пытаются в реализм соглашусь это мега тупо и вот конкретно этот фактор и есть другая сторона медали поэтому лишь небольшая часть ищет логику там где фактически быть не должно конечно не собирался тут рассматривать лишь одну позицию топя за то чтобы сюжеты появлялись даже в хентайе она там действительно не надо потому что есть потребитель который знает зачем взялся это смотреть и получает то что хотел обнаженка 18 плюс цены разного рода предпочтения вот этот да поэтому да кому-то может показаться что чё за шизой да я смотрю он половину видео говорил что как классно если бы хентай был сюжет а теперь говорит что он там не нужен но да но 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 объясню свою позицию вкратце сюжет хентая это классно если жанр дорастет до того что это станет нормой то конкретно в жанре это будет некий прорыв новый уровень но в принципе если все останется как есть сейчас в этом ничего плохого абсолютно нет потому что во первых зрители получает то что он хочет во вторых у хентая без того аудитории небольшая да вы там скажете типа что ну вообще-то я не прав его там в какой-то стране нет погодите да где-то более популярен где-то менее но это не отменяет того факта что в сравнении с классическими дефолтными жанрами аниме хентай прям жестко отстаёт просмотрах это как сравнивать популярное порно видео и аватар сущая разница колоссальная мы ведь видим развитие во всех жанрах будь то сёнуны или шоу-джио экшен или романтика хентай стагнирует на протяжении огромного количества времени если пытается нововведение то крайне редко например еще такую мысль добавлю к уже имеющимся визуальные новеллы если не читали обязательно воспользуйтесь свободным временем и сделайте это в большинстве из них есть хентая сцены я реально могу привести большие примеры школьные дни очень сильно завязаны хентай прям неприлично сильно до столько что прошу один раз и мне хватило хотели играми с визуалки огромно там не мере на концовок оветвлений аниме адаптация максимально лайтова уши ванарет уши наварета мира и вона уши в поисках утраченного будущего хентай сцены там есть в адаптации такого жанра нет напоследок самое мощное мощнейший пример фейт стейнайт посмотрите в какого монстра разрослась вселенная что же инкарнировалось в конвейер и да там тоже есть хентай и все это сюжеты это три примера разных жанров они имеют хентай сцены которых мы абсолютно не имеем адаптациях а вот теперь представьте утопию где адаптирует хентай новеллы который превращается спустя время в конвейер потому что всем не столько интересный 18 плюс сколько повествование тем не менее они служат неплохим дополнением ко всей композиции и это в порядке вещей представили забудьте потому что хента это как никак для взрослой аудитории на ящик такой транслировать откажутся поэтому у студии с просто-напросто не будет таких денег чтобы реализовать подобное они конечно живут неплохо но не настолько чтобы дать и графику и сюжеты музыку и опенинг и эндинг которых если чё нет хентай аниме если вдруг не знали а если не знали понятно чем вы там занимаетесь при просмотре ладно шучу а может и нет короче проехали то ну в целом утопия поэтому есть та причина за которой стоит отдать пассионам почет потому что это джесс их рецензентами небольшой звоночек я даже не так небольшая попытка повлиять на всю вот эту тему с цензурированием конечно в итоге все чего они добились это того что их послали везде нахрен но появился резонанс который на самом деле вряд ли к чему-то приведет но попытка была довольно неплохая это стоит признать а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok